Всем привет, мои хорошие! Вы на канале Секреты Вязания. Кто не подписан, подписывайтесь. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новое видео. Сегодня хочу вам показать все мои фотофоны, которые я использую для съемки своих мастер-классов, а также для фотографий в Инстаграм. На самом деле у меня их немного, всего 4 основных фотофона. И вот этот, который сейчас перед вами, это мой основной рабочий фотофон, на котором я снимаю все свои мастер-классы, весь свой контент. Это деревянный фотофон, он двусторонний. С одной стороны вы видите серый цвет, с другой стороны попозже покажу белый. Почему я выбрала этот цвет, почему я выбрала дерево? Мне нравится фактура дерева, мне нравится этот цвет, потому что он подходит под любую пряжу, то есть любой цвет. Если взять серый, зеленый, пудровый, не знаю, золотой, вот все, что у меня есть, например, покажу вам. Видите, все вот эти цвета сочетаются идеально с серым цветом. Поэтому, конечно же, я с радостью купила такой фотофон. Это я делала его не своими руками. Сейчас очень много в Инстаграм есть аккаунтов, которые продают такие фотофоны. Вы можете в любом из таких аккаунтов, которые делают именно деревянные фотофоны, двусторонние, заказать вот такой фотофон или любого другого оттенка, серый, розовый, черный. В общем, просто дерево, если любите такие красивые деревянные. Кстати, эта шапочка уже у нас на канале есть, мастер-класс, да, вы видели. А это я себе вяжу воздушный, теплый воздух, теплый свитер, друзья. Он воздушный, нежный, теплый, пушистенький, просто суперский. Размер моего фотофона вот так вот в высоту 57 см, а по ширине 69 см. Вот такой он небольшой, маленький достаточно фотофон. Мне пока что вполне достаточно было вот такого фотофона. Видите, как хорошо. Можно вот так снимать, чтобы линии фотофона, вот это дерево, видите линии, чтобы они шли параллельно друг к другу или вертикально уже, как вы его развернете, покрутите, в общем. Но очень-очень классно пользоваться этим серым фотофоном. Очень практичный этот серый цвет, друзья. Поэтому, вот если хотите, если не знаете, какой цвет выбрать, выберите для начала, может, серый какой-то оттенок, светлее или темнее. Этот фотофон, друзья, я хочу перекрасить на самом деле, чуть-чуть сделать его потемнее, буквально на нотку, на тон темнее, или подобрать точно такой же серый цвет. Его можно спокойно вручную перекрасить. Фотофон полтора сантиметра в толщину, посмотрите. Видите, с одной стороны серый цвет, с другой белый. Минусы такого фотофона, друзья, деревянного, он занимает пространство, его надо где-то хранить. Еще дерево вот это подсыхает, и доска может стать неровной, а немножко, знаете, выгибается, и сам фотофон из-за этого становится неровный. Вот у меня вот такое случилось, я не знаю вообще по какой причине, может как-то, не знаю, может у нас в квартире просто жарко, немножко выгнулась одна досточка, не видно этого, вообще на видео не видно. Вы не увидите и не догадаетесь, какая именно из досточек выгнулась. И этот вопрос можно решить, просто нужно под фотофон что-то подложить, и все, она не будет стучать, так как она выгнулась, и немножко, знаете, он не ровно лежит, а стучит. Вот это вот минус деревянного фотофона, оказывается. Теперь покажу, друзья, обратную сторону, вот этот белый фотофон с другой стороны. Почему я не использую этот белый цвет, друзья? Потому что я вообще думала, он будет красиво сочетаться с разными цветами. Но для белого фотофона нужно освещение. Обычно я снимаю возле окна все свои уроки и мастер-классы. И если вы захотите белый фотофон, друзья, то тоже обязательно нужно снимать возле света. Возле окна это идеально, потому что классно, когда есть естественный свет. Но если вот как сейчас, например, видите, темная такая погода, нету солнца вообще. Ну, возле окна я стою, и видите, как много теней, видите, какие тени получаются. И не так красиво получается, в принципе. Видно очень много, вот видите, тени. Все это нужно высветливать, нужно... В общем, идеально, когда у тебя есть еще дополнительный свет справа-слева, вот так направлено на рабочее место, тогда будет классно, светлый будет фон. У меня пока что нету такого света. И минус еще такого фотофона, я не ожидала, но видите, какие вот желтые появились пятна. Вот такие круглые места на дереве, знаете, я забыла слово, как они называются, но оно пожелтело, вот это все, видите, такие точки. Я не ожидала, может это такое качество фотофона, может другие продавцы фотофонов делают намного качественнее свои фотофоны, и такого не происходит. Не могу вам точно сказать, покупала только один вот фотофон, именно белый. И вот такое произошло, поэтому, смотрите, лучше делать самому белый фотофон. Этот я хочу тоже перекрасить, его можно покрыть шпатлевкой и покрасить какой-то цвет. Можно сверху белой краской вот это все закрасить, я еще думаю, какой цвет подобрать. Я очень хотела показать вам вот, как бывает, когда покупаешь фотофон. Я не стала разбираться, почему так получилось. И эти пятна появились буквально там через несколько недель, то есть я купила, прошло несколько недель, я хотела снимать, но они появились. В общем, друзья, видите, да, какая разница серый-белый. Для белого нужен свет. Но белый тоже классный фотофон, мне нравятся вообще белые фотофоны. Они более коммерческие, то есть на них лучше, конечно же, снимать свои уроки, мастер-классы, так как люди любят, когда фон красивый, белый, светлый. Также хорошо видно, видите, ниточку, то есть на белом фоне отлично вязать уроки, вот снимать отлично. Я надеюсь, вот это видео вам будет полезно и вы вот возьмете для себя, вот кто-то может начнет снимать уроки и мои советы вам помогут, будут полезными. На белом фотофоне плохо контраст идет в красный. Очень засвечивает вообще красная пряжа, когда ее снимаешь. И нужно в программе немножко работать с этими файлами, которые вот нас снимала. Если вы хотите снять урок, то лучше выбирать не красную пряжу, а любого другого цвета, только не красную. Он очень засвеченным получается, очень. И с ним нужно поработать, чтобы получилась красивая картинка. Я вижу на ютюбе девочки снимают с красным цветом, но такие все засвеченные видео просто и даже платные уроки, представляете? Я просто была удивлена, что платные уроки, на платных уроках тоже используется красный цвет, красное изделие связано. Но все засвечено и из-за того, что просто красный цвет засвечивает, кто снимает, узнает, как это происходит. Не видно даже, бывает, куда вводится спица. В общем, красный цвет я не советую использовать для съемок, но он эффектный, конечно же. И если его использовать, то нужно просто правильно его использовать, конечно же. Я не то, что говорю, что вообще не используйте его, а правильно нужно использовать, чтобы получилась красивая картинка. Что не поставишь на этот фотофон, все тень. Просто от окна вот снимать, когда нету солнца. Кстати, когда я вязала что-то светлое, используя светлый фон, то многие жаловались, что сливается белый с белым и плохо тоже видно. То есть глаза любят, когда есть какой-то контраст, чтобы глазки не напрягались в процессе того, когда мы смотрим и учимся. У нас и так мозги напрягаются, чтобы все понять, что объясняется в видео. Не хотелось бы, да, напрягать еще и глазки лишний раз. Поэтому вот продумывайте, что вы будете, какие цвета комбинировать, когда будете снимать свои видео. Теперь покажу вам вот такую свою плетеную подставку. Купила я ее в Икее. Она дешевая, можно купить, там разное плетение есть. Вот это чем мне нравится, потому что оно похоже на лицевую гладь. Есть разные в Икее вот такие подставки, друзья, с такой толстенькой соломой. Сохранить ее лучше в сухом месте, потому что в влажном помещении она набирает воду, впитывает в себя и становится такой мягкой и гибкой. Вот эта соломка подходит тоже под любую пряжу или пряжа подходит под эту соломку любая, как хотите, так и говорите. Смотрите, любые цвета, даже красный. Отлично, видите, как смотрится. Мне очень нравится эта подставка, я хотела еще купить несколько в Икее, там тоже, в общем, такого плана, только квадратные есть, вот это плетение другое, чуть-чуть узоры другие. Это не реклама, друзья, это я просто рассказываю, вот где я купила и вот просто вам делюсь своим опытом. Так что, когда видите в каком-то магазине вот что-то такое плетеное, натурального цвета, природных таких оттенков, может бежевый, может ближе к дереву такой цвет, вот можете использовать такие натуральные материалы. В общем, друзья, когда что-то такое видите в магазине, то обязательно приобретите себе. Я вот теперь, когда хожу по магазинам, постоянно мой взгляд ищет что-то еще такое интересное, красивое, которое очень будет помогать мне в создании мастер-класса. Эта подставочка небольшая, всего, видите, 37 сантиметров, диаметр ее небольшая. С такой подставочкой тоже получаются красивые фотографии, можно делать видео или фото, но не важно, что вы снимаете, будет в любом случае очень красиво. Следующий фотофон я сделала своими руками, он вязанный из шерстяной мериносовой пряжи. Получился большой, 85 сантиметров в ширину и 110 сантиметров по высоте. Вязанный, шикарный фотофон, который можно использовать как фотофон любой стороной, можно изнаночной, можно лицевой стороной вот этой красивой косички. Также я его планирую использовать как пледик, так как он имеет размер пледа, я так и планировала, чтобы использовать его не только как фотофон, а еще как плед. Ну, посмотрите, какой красивый, ну, как его сделать, друзья, своими руками? Значит, просто смотрите мастер-класс, подсказка вот, мы вязали с вами толстый плед и я показала, как вяжется такой плед. Просто покупаете такую толстую пряжу и вяжете такой плед. В этом фотофоне своем я использовала петли короче, то есть не 9 сантиметров, как я говорила в мастер-классе, а 6-7, маленькие, видите, и получаются маленькие такие косички. Плотнее я вязала, из-за этого он получается такой более плотный. Ну, и фотографии пледа вставлю, посмотрите. Палитра очень красивая у этой пряжи, поэтому давайте оставлю вам ссылочку внизу под видео. И вообще все полезные ссылки оставляю вам внизу под видео, смотрите. Такой фотофон отлично, видите, подходит тоже, вон, бежевый цвет, просто идеально подходит тоже под все цвета в мире, которые есть. Он универсальный, классический. Смотрите, как все красиво, можно вот снимать и все такое уютное, мягкое. Мне очень нравится, просто глаз радуется. Я очень довольна вот этим фотофоном, он мой любимый пока что. Вот серый и этот, вот пока что два фотофона моих любимых. И у меня осталось немножко пряжи. Ее хватит, чтобы связать еще меньше фотофончик, какой-то маленький совсем, или шапочку и шарф. Можно вот эту пряжу расслаивать, как мне сказали в магазине. Вот берете, просто вот так разделяете. И с одной толстой нити получается две. То есть вы всю пряжу разделяете вот так пополам. И можете из более тонкой пряжи связать тоже фотофон. Будет такой красивенький, с мелкой вязкой лицевой гладью, будет идеально. Хочу подарить, друзья, эту пряжу. Напишите в комментариях, хочу пряжу и что вы хотите из нее связать. И мы проведем розыгрыш этой бобинки или этого клубочка-моточка. И я подарю, просто подарю вам эту пряжу. Вес, к сожалению, не могу сказать, но в обхвате голова, вот это вот, чтобы вы имели представление, вот, 91 сантиметр. Кто хочет такой моточек, пишите в комментариях. Хочу моточек на фотофон или на что-то другое. Напишите в комментариях эту фразу. Я проведу розыгрыш и сообщу имя победителя. Отправлю вам моточек, только я буду отправлять, предупреждаю по Украине. За счет победителя отправляю моточек. Так что, кто хочет, пожалуйста, забирайте этот классный моточек пряжи для вашего изделия. Ну, что еще добавить? Фотофон просто космос. Мне очень нравится. Вязанный фотофон, кстати, связан из 16 петелек по ширине. Чтобы вы знали, если будете вязать такой же. Еще один, друзья, покажу вам фотофон. Новенький. Я его только купила и даже еще не распечатывала. Решила открыть вместе с вами. Сейчас открою. Это, друзья, виниловый фотофон. Впервые в жизни его заказала. Решила попробовать, что это такое. Вообще, как с ним работать. Ну вот, открываю первый раз с вами. Смотрите, что я выбрала. Кстати, вот эти виниловые фотофоны. Есть любые вообще цвета и под дерево, и под что хочешь. И даже такие фотофоны есть с декором. То есть, друзья, просто вот уже напечатанные, готовые цветы, коробочки, сердечки. Что хочешь там печатают. Я вам ставлю, давайте, пару фотографий. Посмотрите. Вот такая у нее текстура с одной стороны. Видите, не гладкая, а ровная. А вот такие, как мини-пупырышки какие-то. Видите, да? И с другой стороны рисунок. Мягкий, гладенький, приятный на ощупь. Есть небольшой запах. Надеюсь, этот запах уйдет со временем. Посмотрите, что я приобрела. Я очень, друзья, долго выбирала себе фотофон. И, кстати, размер этого фотофона метр на метр. Заказала побольше. Он как клеенка, друзья. Мне чем-то напоминает обычную клеенку. Ну, другая чуть-чуть, конечно. Тут текстура на ощупь чуть-чуть отличается. Напомнил мне бабушку мою, которая стол любила застилать клеенкой. Я очень долго выбирала цвет. Думала взять что-то с серым. Что-то, в общем, тоже думала деревянное. Под дерево взять напечатанное дерево. Только серого цвета. Или, в общем, что-то с деревом связанное. Но решила взять вот такой мрамор. Мне очень понравился. Еще мне очень понравился с розочками. Мрамор с розами. Но там просто фон сам. Вот эти не серые. А, по-моему, розовый. Розовый цвет. Вот эти, видите, вот мраморные. Такие, как трещинки. Были они розового цвета. А мне не хотелось, чтобы, ну, знаете, розовый. Розовый не под любой цвет подойдет. А вот такой серый подойдет под любой моточек. Под любое изделие. Ну, посмотрите, как красиво. Мне очень нравится этот фотофон. Классный. Очень практичный. Новый мой фотофончик. Слушайте, мне нравится. Он реально такой классный. И подойдет под любую мою вязаную задумку. Поэтому, слушайте, я очень рада. Где купить виниловый фотофон? Друзья, в Инстаграм пишите просто виниловый фотофон. И там, ну, просто миллионы всяких вот этих аккаунтов, которые продают эти виниловые фотофоны в разных городах, в разных странах. Смотрите, кстати, вверху немножко. Вот, видите, такое пятнышко более серый. Он подкручивается. Вот, видите, с края подкручивается. Просто буду фиксировать этот край, чтобы не подкручивался. И все. Можно снимать. В описании было указано, что его легко мыть, если вода, например, или какое-то пятнышко. Когда я на дереве снимала, то я старалась, чтобы вот эти линии дерева были параллельны друг к другу. То здесь не нужно будет мне думать, как вот эти параллели разместить вертикально или горизонтально. Здесь можно крутить, вертеть, как хочешь. Тут я могу что хочешь, в общем, здесь делать, получается. Ну, слушайте, очень удобно. Почему я взяла такой фотофон пошире? Вы помните, деревянный у меня всего лишь там 85 или сколько, я говорила, уже забыла. А я взяла пошире, потому что именно для видео чуть-чуть не хватало мне вот ширины, видите, буквально на 10 сантиметров. Поэтому вот 90 на 90 подойдет отлично размерчик. Или 95 на 95 или метр на метр. Вот я вам советую такие брать. Вот я наложила разные изделия в разных цветах, чтобы вам показать, как смотрится этот фотофон. Этот фотофон очень удачный тем, что все моточки идеально подходят. В общем, кстати, смотрите, как удобно. В этой тубе, что вот упаковали мне вот этот виниловый фотофон, я и буду хранить его, видите, просто на место ставлю и все. Поставлю где-то эту тубу за шкафом, она длинная, 1 метр в длину. Вот этот свитер, друзья, я вяжу его просто для себя, не записывая, ничего не записывая. Я пишу описание по нему, просто запишу. Но я не снимаю мастер-класс, хочу просто отдохнуть, немножко повязать. Ничего не снимаю, хоть один свитер. Знаете, как хочется связать свитер, ничего не снимая. Вот эта шапка, я уже говорила, есть мастер-класс. Она называется Fashion Bergamo. Вот эта шапочка тоже есть мастер-класс Baby Kuska. Вот эта шапка изумрудного цвета, это моя шапка, она мягкая, мериносовая, тоже есть мастер-класс. Красный цвет, друзья, видите, точно так же здесь будет засвечивать. Видите, чем ближе камера, тем он становится ярче. Я не буду в программе обрабатывать его, чтобы вы увидели, насколько вот эта краснота становится, ну, видите, какой яркий красный. В общем, друзья, вот этот фотофон меня полностью устраивает. Я надеюсь, вам тоже он понравился, так как вы будете смотреть все видео, которые я буду снимать для вас на этом фотофоне. Напишите в комментариях, какой фотофон больше всего вам понравился. Деревянный, двусторонний, естественно, тут беленький уже старенький, можете не брать в учет. Представьте, что он белый и комментируйте просто, если бы он был чисто белый. Или вязанный вам понравился, может быть, или вот этот виниловый. А также напишите, пожалуйста, в комментариях, каким фотофоном пользуетесь вы. Знаете, что еще пишут многие вязальщицы, что можно пользоваться просто тканью. То есть берешь белую ткань, стелишь и, пожалуйста, вяжи. Вот тебе и фотофон. Или не белую, а любую другую красивую какой-то ткань. И сейчас таких маленьких кусочков ткани просто вот полным-полно в магазинах. Можно накупить разнообразных и снимать постоянно с разным фоном. Я какой-то такой человек, что я не люблю много фонов. Мне вот достаточно несколько штук. Главное, чтобы они были очень вот удачные, как этот. Вот мне этот нравится. И чтобы он вписывался в любую мою идею. Вот такое я люблю. Мне советовали многие Ира, что ты не можешь никак купить много себе фотофонов, чтобы снимать постоянно на разных фонах. Но не могу. Мне что-то не заходит. Вот это разные фотофоны. 300 миллионов штук. Мне достаточно несколько. Ну вот я вам уже все сказала, да? Ну что, друзья, показала вам фотофоны. Напишите в комментариях, какой вам понравился больше всего. Какой у вас есть. Какими вы пользуетесь. Может быть я что-то прочитаю, что-то новенькое узнаю от вас. И тоже куплю еще какой-то фотофончик. Один. Немного. И помните про розыгрыш вот этой бобинки большой. Пожалуйста. Подписывайтесь на наш канал. Сейчас я работаю над кое-каким проектом. Попозже вам о нем расскажу. И свитер этот тоже я там буду использовать. В общем, друзья, меня лично ждет очень много работы. И мне и так не нравится, что я приболела. Желаю вам не болеть. Вообще не болеть. Желаю вам много энергии, чтобы у вас было. И желаю вам вязать побольше. Чтобы вы успевали вязать побольше. А также побольше вам кашемировой пряжи. Я, кстати, прикупила тут вот такую моточек. Кашемир и лампсвол. Слушайте, такая классная. Люблю вас всех. Обнимаю всех вас. Берегите себя и своих родных. Всем пока. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok